Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Опять я нахожусь в Чернобыле. Мы сегодня с моим другом приехали сюда ночью. В общем, в одной из вот этих хат, не буду говорить в каком мы находимся селе, мы сегодня переночевали. И сейчас уже много, уже почти 4 часа дня, мы отправляемся на кладбище заброшенной техники в чернобыльской зоне отчуждения. Как мне пришла такая идея посетить это место? Я в интернете видел вот эту фотку, я сейчас где-то вставлю ее тут. Я в интернете видел вот эту фотку, я подумал, там круто, там много техники, там стоят большие вертолеты, вроде бы как Ми-8. И в общем, я начал подготовку к данному походу, искать где находится это место, смотреть какой-то маршрут. И когда я смотрел в гугл-картах со спутника, я обнаружил, что техники там вообще нету. И мне стало интересно, а как давно вот этой техники там нет? Вот это фото было сделано на момент развала Советского Союза. Как видим, здесь полным-полно техники. Далее мы смотрим в гугл-картах, самая старая фотка есть 2002 год. Вот здесь мы видим, просматриваются еще какие-то вертолеты. Вот здесь вроде как техника какая-то стоит. Далее следующая фотка у нас уже за 2011 год. Здесь тучи, плохо видно, но какие-то самолеты, вертолеты просматриваются. Далее следующая фотка у нас 2012 год. Здесь отчетливо видно вроде бы как техника, но и точно видно вертолеты. Ну и дальше смотрим 2017 год, пустая поляна. Куда все это делось, мне очень интересно. Некоторые даже утверждают, что та техника, которая там была, ее потом взяли, переделали, там как-то восстановили, реставрировали и потом она отправилась в АТО. Но я думаю, что это неправда, это скорее просто какие-то мифы, потому как никаких вообще полностью подтверждений этому нет. Но в Чернобыльской зоне есть еще одно кладбище. Оно немножечко поменьше. Находится оно возле села Буряковка. Собственно туда мы сейчас и отправляемся. Там в принципе тоже достаточно много чего будет интересного. И один экспонат, который бы я особо хотел бы увидеть, это Джокер. Вот эта машинка, которая с крыши, получается, четвертого энергоблока убирала вот этот графит, который впоследствии потом доубирали солдаты. Итак, ребята, мы достали свои велосипеды. И сейчас уже отправляемся к дороге, которая приведет нас в саму Буряковку. Как вы видите, ребята, сегодня я не сам, хотя честно, думал отправляться в этот поход сам, типа сделать такой соло-поход, хотел испытать вот эти эмоции. Но, ребята, сейчас 13 сентября и с сентября по октябрь получается у лосей брачный период. И они очень агрессивные, особенно самцы. И мы когда ехали сюда, я столько много звуков слышал, как вот это, как это сказать, как кричали лоси, да? Визжали. Визжали, там что-то такое. Реально, вот ты едешь с двух сторон, вот такой лес, ну, это еще не очень жуткий лес, мы ночью проезжали сегодня более жуткие участки леса. И они с двух сторон перекрикиваются, и такая стрёмная вообще штука, потому как, ну, в такой период, когда вот этот гон, вот этот брачный период называется гон у лосей, они на самом деле очень опасны. Стрёмно было, хорошо, что я все-таки поехал не сам, это мой подписчик-друг Артем. Всем привет! Ему, кстати, 15 лет, ребята, и в свои 15 лет он уже, как бы, можно сказать, побывал в зоне. Круто, завидую, потому как я был первый раз в зоне далеко не в таком возрасте. Ну что, ребят, садимся на велосипеды. Нам, в принципе, осталось тут совсем немного. Сейчас один буквально рывок, и мы уже будем на кладбище техники. Я надеюсь, там нет никакой полиции, потому как то место иногда патрулируют, но не всегда. Погнали! Последние 2 километра идем пешком, потому как велосипеды здесь нам, в принципе, не сильно помогут. Конкретно здесь вроде можно ехать, но перед этим было очень много участков, где вот столько леса. Чтобы вы понимали, ну, по такому лесу поваленному ходить очень тяжело, потому что деревья лежат, постоянно нужно их переступать, переносить велик. Это очень сильно тормозит нас и тянет искусственно время. Остался нам, ребята, километр, решили сделать такой вот небольшой привальчик, потому как здесь радиационный фон уже такой почти на грани допустимого. То есть нормы где-то 27-28 микросивертов. Решили, что дальше, наверное, будет только хуже, потому как на самом кладбище техники реально очень сильно фонит. Не хотим там задерживаться. Сейчас наберемся немножко силы. Вот, кстати, присели на такое дерево, и смотрите, что я заметил. Дерево обгоревшее. Я, в принципе, присмотрелся. Ай, подул ветерок немножко. Все вот эти деревья, которые поваленные, я надеюсь, вам там видно, реально вот очень большой участок леса повален. Они, получается, все обгорели, наверное, от этого они умерли, высохли и ослабли. И, получается, когда дул сильный ветер, все вот эти деревья просто вот так попадали. Я надеюсь, в то время здесь никого с людей не было, потому что, наверное, стрёмно было бы такое наебу видеть, чтобы тебя еще, не дай бог, там деревом каким-то не привалило. В общем, ребятки, набрались мы сил, потратили уже кучу времени с этим великим, пока через деревья эти шагали. В общем, погнали. Че, Артем, как у тебя вообще эмоции от первого похода в зону? Устал очень сильно. Я думал, это бы проще. А так сложно. Особенно на велосипеде жопа болит ехать. Видите, ребят, кстати, многим из вас, наверное, кажется, что легко так просто в зону ходить. Хотя вот вроде на велосипеде поехали. На велосипеде это вообще там самая большая шара, типа легко. Легче, наверное, только в легальную экскурсию, когда тебя на машине возят. Но в нелегальные прикольные эмоции совсем другие. Видите, даже вот Артем говорит, что на велике сложно, потому что мы за ночь проехали, сегодня где-то 45 километров. И сегодня нам ночью еще предстоит обратно ехать. Вроде немного, но с непривычки, блин, это тяжеловато, жопа потом болит немного. Ну что, ребята, мы пришли. 22 микрозиверта на фоне техники. Видимо, сама местность не фонит. Фонит, видимо, сам вот этот металлолом. Ну, пойдемте ближе. Даже зиметр даже не буду вырубать. Будем наблюдать все время, какой фон. Короче, ребята, идем вдоль такого забора. И ищем дырку в заборе. Что-то дырок вообще не наблюдается. Даже минимального намека на дырку. Возможно, придется нам как-то перелазить этот забор. Мы рюкзаки не стали сбрасывать, потому как там пауэрбанки и все такое. Ну, не комфортно с этим всем в карманах ходить. Поэтому с рюкзаками чуть-чуть тяжеловато будет, но я думаю, мы как-то справимся. Обходили ребята вокруг забора, увидели, какая-то техника такая перевернутая лежит. Засовываем сюда дозик. Смотрим, как уже повышается фон. Но я вам скажу, что это на самом деле мелочь. Это мелочь. Вообще такая мелочь, что может быть где-то там в Магнитогорске. Или еще в каком-то таком мегапромышленном городе фон будет намного больше. То есть это пока что еще немного. Так, здесь, конечно же, какая-то техника лежит. Вот какие-то, я так понимаю, бетономешалки. БТР. Еще что-то. Но нам, черт возьми, нужно попасть туда за забор. Потому что все самое интересное там. Вот, я нашел дырку. Только включил камеру, хотел сказать, дырок нету. Нашел. Может, не самая узкая дырка, но я других не вижу. Опа! На случай приема насос на рюкзаке палило. Не додумались скинуть. Сказывается, уже немножко усталость. Хотя поспали пару часиков сегодня. Сразу соточка, под соточку. Ну, давайте быстренько обойдем тут все, посмотрим. Так, патруль нас здесь я не вижу, но они могут здесь быть. Потому как зона сама очень большая. И в большинстве мест, скорее всего, никто никого не поймает. Но охраняют обычно вот такие места, куда ходят смотреть. Так, ну что мы, ребята, видим? Куча колес. Там сзади какие-то автобусы. Вот это бензовозы, я так понимаю, потому как написано. Огни опасно. Может, вам плохо видно? 62-63 микрозиверта. Богами. Давайте сделаем такой круг почета. Посмотрим, что там да как. Интересно, что это за техника, ребята. Я, честно, ну, не очень интересовался, что здесь есть. Ну, вон те крючки мне говорят о том, что, наверное, что-то как-то, чтобы руками не трогать, подымала вот эта штука. Напишите в комментариях, что это. Мы видим, кстати, техника сама посортирована. Видите, вот тут был такой, лапу вот эту кто-то стырил. Вот еще такой стоит, там еще стоит. Здесь уже БТРы пошли. Что у нас пищит тут? О, 200. Бля, тут очень много. Не зря вот эта табличка тут стоит, ребят. Я, честно, такого фона даже не видел никогда. У меня даже так дозиметр никогда не пищал. Ой, опять что-то пищит. Прям в красной зоне уже мы ходим. Так, там стоит какой-то автобус. Здесь множество труб. Кстати, картина такая вживую. Офигенская. Так. Что-то там металл шерудит. Но это, наверное, как-то связано с тем, что просто ветер на улице. Так, идемте, смотрим. Что у нас тут еще есть? Так, вон я вижу кабину какого-то Зила. Здесь тоже что-то. Типа танка с такой же, наверное, с таким же крючком вот здесь был он. БТРы стоят. Сильно не фонит. Ну, как сильно не фонит? Фонит достаточно сильно. Просто по, так сказать, местным меркам не очень сильно. Кстати, ребята, БТРы в зоне отчуждения во время ликвидации служили как такси. Для того, чтобы, как бы, тех людей, которые принимали участие в ликвидации... Боже, металл шумит, так страшно. Чтобы их возить по зоне, использовались вот такие вот БТРы. Для того, чтобы просто банально людей меньше облучало. Фон падает, кстати. Вот интересная какая-то машина. Я ее на множество фотографий, ребята, видел. Но никогда не вникал, что это. Я так понимаю, вот это то ли самолеты, то ли вертолеты. Побитые стоят такие. Их, кстати, там, да, целая гора. Автобус. Здесь уже более четко просматривается, что это был какой-то самолет. Я не разбираюсь в самолетах, поэтому не знаю, что за самолет. Здесь, кстати, уже фон стал потише вроде. Да, здесь уже 30 микрозивертов. Это уже как бы норма. Здесь можно жить даже. Рассохи. Это еще одно кладбище, где уже техники нет. Буквально, ну, 13-й год, это когда, сколько, 6 лет прошло. Я думаю, техника, в принципе, примерно была в таком же самом состоянии. Кому она понадобилась, что с ней делали. И смешно, ребята, сказать, что вот эти БТРы, их там повосстанавливали как-то и в АТО отправили. Потому что, ну, вы бы сами видели, какое у них состояние было и сколько нужно денег в восстановление. Мне кажется, проще новые купить. Ребята, а сейчас мы подходим к самому, наверное, главному здесь экспонату, если я не ошибаюсь. Давайте я его обойду, чтобы вы сами прочитали. Бляха, фонит. Написано опасно. Смотрите, ребята, что написано. Написано Джокер. Давайте подойдем к нему, померяем его. Ребята, я, честно, не очень разбираюсь. Смотрите, 8, нули. Подходим ближе. Оно, походу, уже на второй круг пошло. Жалко, что я в этом не сильно разбираюсь, но скажу так. Фон очень дофига большой. Чем дольше возле него стоишь с дозиметром, тем больше цифр он показывал. Но я не хотел очень сильно стоять, потому что, хоть я не разбираюсь там, я не могу адекватно как-то прочитать вот этот фон. Обычно я использую дозиметр для того, чтобы просто видеть там. Можно здесь находиться, нельзя. Я руководствовался всегда таким принципом. Фонит, сваливаем. Зеленое, можно находиться. И вот, там я не хотел находиться, чтобы дождаться, когда вот эти цифры доберут. Потому как вот этот Джокер, это именно та машинка, которую Советскому Союзу дали немцы, для того, чтобы с крыши четвертого энергоблока убирать вот этот, короче, от взрыва. Графит, который был. Показалось. Металл шумит, же глюки уже. Получается, вот этот графит, чтобы вот этим Джокером убирали. Но, из-за того, что советская власть скрыла, получается, реальный фон, который был там на крыше. Я не знаю, либо они специально скрыли, либо они просто, ну, не могли адекватно его померить, потому что у них техника зашкаливала, и они просто говорили максимальную цифру, которую видели. Короче, фон был настолько большой, что этот Джокер просто вот так откинулся, и его потом, это, спустя, там, какое-то время привезли на вот эту свалку. Но графит же все равно с крыши нужно убирать, поэтому что? Поэтому привезли кучу молодых солдатов, дали им лопаты в руки, отправили на крышу. Говорят, что они там сколько, минуту или полторы, что-то каждый находился, да, Артем? Ты не помнишь? Да, что говорится, самый лучший робот это человек. Да, вот видите, Джокер немецкий какой-то не справился. А, советский солдат совсем справился. Молодых пацанов, конечно, отправили в такое дело. Так, ребята, мы вроде все обошли, сейчас еще быстренько бежим тут, все, просто пофоткаемся немножко. Фоточки можете в Инстаграме у меня найти, подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочка будет в описании. Все, ребята, мы пофоткались, напоминаю, ссылочка на Инстаграм мы в описании. Покидаем это место. Вот такой вот вид у меня сегодня утром. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня ночью мы спали вот так просто в лесу подошли. Все, ребята, уже, можно сказать, посветлело, уже могу дать какие-то комментарии, что вчера произошло. В общем, ну я дорогу снимать не стал, ничего интересного. Крутим, докрутим педали. В общем, наступила темнота, подъезжаем мы к мосту. Артем говорит, давай пройдемся, типа на всякий случай перед мостом сил наберемся. Ну я говорю, давай пройдемся, становимся мы. Идем себе тихонько, аккуратно с великами вдоль дороги такие. Идем, 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 смотрим, как будто мы машина какая-то впереди стоит. Ну припаркованная, выключенная, ничего не горит на ней. И я что-то такое говорю, как будто бы машина. И тут кто-то с кустов вылетает, видимо услышали, что мы увидели машину. Начинают орать, полиция там, буррр, ба-ба-ба-ба-ба. Короче, мы это, разворачиваемся, садимся на велике. Как дали, так как говорится, это, куда мы там дали? Газу, в кувет. Газу дали чуть-чуть. Когда уезжал, перевернулся с руля, упал. Короче, мы где-то отъехали вперед, потом они все-таки поняли. Чувак, кстати, очень быстро бежал. Если ты смотришь видео, ты красава. Просто, ну блин, мы на велосипедах были у нас. К сожалению, ну не к сожалению, к твоему сожалению и к нашему счастью, у нас было преимущество, потому что мы были на велосипедах. В общем, походу они, короче, поняли, что нас не догонят. Садятся в машину, едут за нами. Мы видим, что сзади светятся фары. Мы прыгаем в кувет. Они, понятное дело, понятия не имеют, куда мы прыгнули, потому что мы проехали, наверное, километр или полтора, буквально там за какое-то кратчайшее время. То есть у нас там хоть сил уже немножко не было, но они откуда-то появились. Мы, короче, быстро-быстро ехали. В общем, сбросили мы вот эти велосипеды и решили идти глубоко-глубоко лесом. Но есть беда. Та часть Чернобыля, в которую нам нужно попасть, чтобы выйти с нее, отделяет ту часть от нас речка. То есть вот этот мост, где, собственно, и была засада, отделяет речка. И нам сейчас нужно как-то перейти речку. Слава богу, у меня уже есть такой опыт. Тоже была засада на мосту. Короче, это уже, на самом деле, другая совсем история. Многие из вас наверняка видели то видео. А сейчас нам просто надо будет перейти речку. Кстати, да, мы, получается, выбросили свои велосипеды. Я это все ночью не снимал, потому что, ну, во-первых, я не ожидал, что такое может быть. Ну, а во-вторых, ну, как бы темно, ничего не видно и так далее, и тому подобное. То есть для тех, кто не верит, что, как бы, такое случилось, просто задумайтесь, зачем нам было выбрасывать наши велосипеды. Тем более, что у Артема, в принципе, еще неплохой, хороший велик. Ну, вот как-то так. Идемте, короче, переходить речку и будем выходить в зоны. У меня уже примерно два года назад, тоже, кстати, осенью, была похожая ситуация на мосту. Тогда мой друг Теймур был по эту сторону реки, мы были по ту сторону реки. И мы нашли тогда вот это место. Здесь, в принципе, узкий такой проход воды и относительно неглубокое. В общем, сейчас мы с Артемом здесь и попытаемся перейти нашу речку. Холодная? Да. Ну, бля, братан, ты либо оставайся, либо пошли. Кстати, да, можно было не снимать вовсе штаны, а просто подкатать их. Это тут с этой стороны уже глубже, мне кажется. Да, здесь глубже. Вот, кстати, смотри, лосиные какашки. Ты что, когда летом не купался, тут была такая... Возможно. А, трусы намочил чуть-чуть снизу. А, яйца! А, холодно! Ну, все, ребят, мост переходить уже не надо. Осталось только километров 10 нерасчищенным лесом пройти. Идешь такой, и ощущение, что произошел какой-то апокалипсис. Вот он, можно сказать, дикий лес, нерасчищенный. В общем, ребят, мы сегодня ночью, когда спали, сейчас же гон идет, это типа у лосей брачный период, и они там ревут, они такие, короче, дурные чуть-чуть. Плюс сегодня еще полнолуние, может быть, какое-то обострение. Ну, короче, мы нашли такое место, чтобы спать. Просто, чтобы нас окружало много деревьев, кустов разных. То есть, ну, вероятность того, чтобы туда какая-то тварь большая, маловероятно, залезет. Они, короче, ревели, ревели вокруг. Мало того, что холодно было, так еще было страшно. В общем, я все-таки уснул, и очень даже хорошо выспался, несмотря на то, что замерз. Ну, и сейчас идем таким вот лесом. Кстати, думаю, вы заметили, что вот это дикий лес. Здесь ни тропинок, нифига нету. По сравнению с тем лесом, который где-то, может, у вас возле дома или в парке есть. Фу, пляха, еще и паутину в лицо поймал. Надеюсь, паука не съем. Повернусь вот так от ветра. Ну, что, ребята, могу сказать. Блаженство, когда сидишь, уставший такой сил вообще нету, потому что мы сегодня прошли около 20 километров по лесу. Очень сложно по такому лесу идти. Скорость передвижения где-то 3 километра в час. Постоянно какие-то бревна переступать, еще что-то. Тяжеловато это. Ну, а сейчас сидим, ловим балдежи, ждем нашего таксиста, который нас отвезет в одно место. Там мы заберем свою машину и уже поедем домой. Понимаешь, что реально проделана такая большая работа. Хорошо, что удалось сохранить материал. Хорошо, что этого школьника не упаковали. Да, я ловлю балдежи, отдыхаю. Что, велик жалко тебе? Да, не особо. Если бы мы забрали велосипеды, мы только бы к вечеру или даже утром только вышли в зоны. Мы решили, ребят, оставить велосипеды и пойти мега непаленным путем. Мы, короче, в обход пошли через лес, там джеттроп никаких нету, просто на пролом. Часто было такое, просто уже как-то не хотелось снимать и заустал. Такие кусты были высотой в рост человека, и они такие просто были. Там ни тропинки, ничего нема, просто надо было так их разгребать и на пролом идти. Я, наверное, пауков 50 сегодня съел. Ну, не съел, они мне просто в лицо, вот так куча паутин на лице. Я даже тут уже вроде чуть почистился, но все равно такой еще по-прежнему остаюсь грязный. Ну что, ребят, вот такой вот видосик для вас, это каких-то там 10-15 минут буквально. Для нас это вышло 36 часов. Могли бы вписаться в 24 часа, но, блин, чуть-чуть все пошло не по плану. Так что я думаю, если вы нам поставите за этот видосик лайк, это будет, ну, справедливо, наверное, и шоли. Поэтому, ребят, если вы нам поставите за это видео лайк, я думаю, что это будет правильно. Тем более, я думаю, что вам не жалко. Пойду ли я в этом сезоне еще в зону, не знаю. Что-то как-то, блин, стрёмно. Непонятно, почему там засада просто была, но посмотрим. Если хотите, чтобы я еще раз в зону пошел, то пишите. Да, хочу, чтобы ты еще раз пошел в Чернобыль. И пишите, куда именно в Чернобыле пойти. То есть, не Припять, не Дуга, потому что в Припяти на Дуге я был. Какое-то новое место, которое вы хотели посмотреть, именно чтобы я вам показал его в Чернобыле. Ну все, с вами был Сергей Трейсер. Подписывайтесь, ребят, на мой канал. Подписывайтесь на Инстаграм. Там фоточки с кладбища техники будут в Инстаграме. И еще, ребят, мы с Артемом, Артем админит паблик, создали, я отвернусь вот так, потому что там ветер, Чернобыль оперативный в Инстаграме. То есть, подписывайтесь, это как бы наше с Артемом детище такое. Там подписчиков пока немного, что-то человек 700. Ну, я думаю, что там вы, короче, можете подписаться и будет немножко больше. Там мы постим разные фоточки с Чернобыля, какие-то новости свежие и всякое такое тому подобное. Ну все, теперь точно уже конец видео. Всем пока.